Я девушка замужняя и очень ревнивая, мужа своего месяц не видела, иду домой счастливая. Вы не удивляйтесь, что меня муж не встречает, просто я с командировки на два дня раньше вернулась, чтобы мужа своего проверить. Сейчас как приду домой, как устрою сюрприз, но тут два варианта, либо шампанское за встречу пить, либо скорую вызывать. Я тут, значит, по командировкам разъезжаю, а мне счет за коммунальные услуги приходит. Непорядок, надо разбираться. Да ладно тебе возмущаться, умные люди все предусмотрели. Не жил дома некоторое время, имеешь право на перерасчет за коммунальные услуги. Так что ноги в руки и вперед в расчет на кассовый центр. Только не забудь бумажки, которые подтвердят факт твоего отсутствия. Ё-моё, я же забыла, зачем из командировки на два дня раньше вернулась. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Сначала сделаю перерасчет. Правом на перерасчет может воспользоваться любой человек, временно отсутствующий в жилом помещении, более пяти календарных дней подряд. Это может быть отпуск, командировка, служба в армии или длительное лечение в больнице. Главное, что нужно, это собрать документы, подтверждающие факт вашего отсутствия, и предоставить их в приемную РКЦ в течение одного месяца со дня окончания временного отсутствия. Важно помнить, что перерасчет вам сделают только за электричество, горячую, холодную воду и услугу водоотведения. Если же в вашей квартире установлены счетчики на данные виды услуг, то оплата осуществляется по факту потребления, и перерасчет вам, естественно, не нужен. Так что пиши заявление и неси нужные бумажки. Это могут быть проездные билеты, справки о нахождении на стационарном лечении, счета за проживание в гостинице, справки ОВД о временной регистрации в другой местности, справки из военной части и тому подобное. Даже в гостинице справку можно взять. Меня не было дома целый месяц, муж жил дома один, я надеюсь. Вот вам справка о командировке, между прочим, завели на это место работы. Как раз этого документа и будет достаточно для перерасчета. А если я мужа в древнюю отправлю на месяц? Он же на своей машине поедет. Какие ему документы собирать? В таком случае обращайся в ОВД города или района, где зарегистрируй дату убытия, а в месте отдыха возьми такую же бумажку в местном ОВД. По окончании отпуска проделай ту же процедуру в обратном порядке. Алло, милый, привет! А я еще в Хабаровске. Погода? Нормальная погода у нас, да. Приеду послезавтра. Нет, нет, не раньше. Ну все, давай. Если период отсутствия очень большой, его можно разбить на части. Допустим, служба по контракту в течение нескольких лет. Каждый год бери справки из военной части и за этот период делай перерасчет. Ну все, я перерасчет сделала. Осталось только мужа на верность проверить. Здравствуйте. А вы кто? Здрасте. Я Марина, дежурная по рубрике. И вообще-то я здесь живу. Милочка, я здесь живу. А ваша квартира, этажом выше. Вперед.